Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по Третьей книге Царств. И сегодня мы читаем 17 главу, которая начинается словами «И сказал Илья, пророк Фесвитянин из жителей Галаадских Ахаву, жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою, в сие годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». Итак, мы начинаем изучать жизнь пророка Божия. Ильи, так как она излагается в книгах Царств. Посмотрим, что пишет Ефрем Сирин. «Как раз в то время, когда появился пророк и отец пророков Илья, непокорность Ахава и его жены Изавели достигла такой степени, что они не только попирали ногами закон и презирали страх Божий, и не только с радостью продолжали поклоняться идолам, но и преследовали и убивали пророков и святых». Также посмотрим, что пишет Ефрем Сирин далее. «Илья был послан остановить безумную ярость Ахава с сильными и действенными словами и делами показать правдивость проклятий, которые отцы провозглашали против нарушителей закона Божия, что они не были пустыми угрозами, которые в действительности не сбывались. Моисей оставил большую книгу проклятий и велел Иисусу громогласно провозгласить их перед собранием всех колен. Он особо отмечает жестокий голод и другие бедствия, которые следуют за ним, отсутствие дождя, засуху, неплодие земли». «Ахав презирал и смеялся над всем этим, ибо он видел несметные богатства, доставшиеся благодаря его отцу, столь же нечестивому царю, как и он сам. Этот надменный царь должен был быть наказан за свое высокомерие». Ефрем Сирин обращает внимание на то, что в книге «Второзаконие» есть большой текст проклятий и благословений, в книге «Моисея», то есть в пятикнижии «Моисея» в Торе. «И Илья послан, чтобы поразгласить одно из проклятий, что может быть засуха, что может быть голод по отношению к нечестивым, которые нарушают волю Божию. И было к нему Слово Господне», то есть после того, как он закрыл небо, и ни капля, ни дождя, ни росы не упадет, если только по его Слову, он это объявил, «И было к нему Слово Господне, к Илье, пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Хурафа, что против Иордана, из этого потока ты будешь пить, а воронам, то есть птицам, я повелел кормить тебя там». «И пошел он, и сделал по Слову Господню, пошел и остался у потока Хурафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил. По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на земле». Посмотрим, еще какой комментарий есть. Это комментарий Цезария Арльского. «Блаженный Илья явился прообразом нашего Господа и Спасителя. Как Илья терпел гонения со стороны иудеев, так Господь наш, истинный Илья, был осужден и отвергнут иудеями. Илья оставил народ свой, и Христос оставил синагогу. Илья ушел в пустыню, и Христос пришел в мир. Илью кормили в пустыне, служившие ему вороны, а Христа подкрепляло в пустыне мира сего вероязычников. Верно, вороны, заботившиеся о блаженном Илье по велению Господа, были прообразом язычников, ибо по этому поводу сказано о церкви язычников. «Черри иерусалимские, черная, но красиво». Это из песней. «Почему же церковь черна и красива? Черна по природе, красива по благодати». То есть по природе язычники-отступники по благодати становятся христианами. «Почему черна? Вот я в беззаконии зачаты, во грехе родила меня мать моя. Почему красиво? Окропи меня и сопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Почему черна?» продолжает спрашивать Цезарий Арский. Апостол говорит, «Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного. Почему красиво? Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом Господом нашим». Истинно церковь язычников была подобна ворону, покуда отвергала живого Господа и прежде принятия благодати служила идолам, словно безжизненным трупом. Вот такое объяснение дается на 6 стих. И перечитаем 7 стих. «По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на земле». То есть Илье надо куда-то переселиться, чтобы пить воду. «И было к нему слово Господне, встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». Вот эта женщина-вдова, они вспоминают Христос, когда говорит, «Много вдов было в Израиле, но ни к одной из них не был послан Илья, кроме вдовицы из Сарепты Сидонской». Она является символом церкви из язычников. «Я повелел, говорит Господь, там женщине-вдове кормить тебя». И встал он, и пошел в Сарепту, и когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал, «Дай мне немного воды в сосуде напиться». И пошла она, чтобы взять, а он закричал вслед ей и сказал, «Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои». А у этой женщины уже ничего не оставалось. Голод-то распространялся и по окрестным землям через засуху. Она сказала, «Жив Господь Бог твой! У меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. Вот я наберу полено два дров и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем». То есть она говорит, ничего ей нету. Последний остался. «И сказал ей Илья, не бойся, пойди, сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после». Господь как бы испытывает сердце этой женщины. «Ибо так говорит Господь Бог Израилев, мука в катке не истощится и масла в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». И вот что поразительно, друзья, мы с вами прочитали проклятие, что не будет дождя, это проклятие есть в книге второзакония, а то, что масло и мука в катке не прекратится, это благословение тоже есть в книге второзакония. Но здесь получается проклятие ложится на евреев, которые впали и выдали поклонство, а благословение, которое звучало с горы Горизим, с горы Геваль звучали проклятия, а благословение, которое звучало с горы Горизим, коснется этой женщины из Сарепты Сидонской и ее маленького сына. Ибо так говорит Господь Бог Израилев. Мука в катке не истощится и масла в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И пошла она. Она проявляет полное доверие этому человеку, она понимает, что это пророк. И пошла она и сделала так, как сказал Илья, и кормила она его, и кормилась она, и он, и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощалась, и масла в кувшине не убывала, по слову Господа, который он изрек через Илью. А ее дом, она вдова, у нее ребенок, и больше никого нет. после этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. И сказала она Илье, что мне и тебе, человек Божий, ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего. Почему она так говорит? Потому что, когда рядом с обычными людьми оказывается такой святой, как Илья, они наблюдали его на протяжении определенного времени, как он молится, как он совершает омовение, они осознавали, насколько же они грешны. Поэтому, когда ребенок заболел и не осталось в нем дыхания, она и произносит эти слова «Ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего, потому что на твоем фоне кто может выглядеть хорошо в глазах Бога?» Как бы это она говорит. Но это тоже испытание для вдовы из Сарепты Сидонской. И сказал он ей «Дай мне сына твоего, и взял его с рук ее и понес его в горницу, где он жил, и положил его на свою постель». То есть мальчик был маленький, мать принесла его на руках, Илья перехватил ребенка и понес в свою горницу, где он жил у этой женщины, и положил его на свою постель. И возвал Господу и сказал «Господи Божий мой, неужели ты и вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее». Надо сказать, что вот эта молитва за язычницу из Сарепты Сидонской – это, похоже, вторая молитва за язычников. Первая молитва за язычников – это моление Авраама о жителях Содома и Гоморры, когда он выпрошал Господа, а если там 40 человек, а если там 50 человек, а если там 10 человек. Это свойства таких праведных людей, цадиков, это цельные люди, которые проявляют заботу о всем творении, и для них нету разницы, какой нации человек. Тем более, что Илья был принят этой женщиной, и он молится. «Господи Боже мой, неужели Ты и вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее, и простершись над отроком трижды, он ложится сверху на отрока трижды, как бы передает ему силу, он возвал Господу и сказал, «Господи Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него!» И, наверное, сотряснулось это ложе, и услышал Господь голос Ильи, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. И взял Илья отрока уже не на руки, за руку, и свел его из горницы в дом, и отдал его матери его, и сказал, Илья, смотри, сын твой жив». Какое счастье для матери услышать такие слова «Смотри, сын твой жив». Я имею в виду, прежде всего, когда наши дети становятся живыми для Господа, когда наши внуки, правнуки становятся христианами, действительно можно сказать «Смотри, ребенок твой жив». И сказала та женщина Ильи, «Теперь-то я узнала, что ты человек Божий». То есть она догадывалась, что это так, потому что выше она говорит о нем, что мне и тебе человек Божий, а здесь уже опытно убедилась в этом. «Теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что Слово Господне в устах твоих истинно». Для нее приобщение к этому чуду, а любое такое чудо, это когда Господь как бы приоткрывает свое присутствие в этом мире и становится очевидным, кто управляет этим миром. Для этой женщины, вдовицы из Сарепты Сидонской, для этой матери-одиночки, это был ее геур, ее обращение в веру Авраама, Исаака и Якова. Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем читать уже 18 главу этой книги. КОНЕЦ